Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Четверг, 21 сентября и давайте посмотрим, что на текущий момент происходит на финансовых рынках. Напомню, вчера в 21.00 по московскому времени было решение по процентной ставке США, что в свою очередь повлияло на финансовые рынки и мы видели активное движение уже после 21.00 вчера. Более подробно, что же там происходило, вы можете посмотреть в записи онлайн-трансляции, которая находится на нашем YouTube-канале, где Фредерик более подробно уже комментирует данное событие. Ну а пока вернемся к обзору с точки зрения технического анализа, что на текущий момент происходит на финансовых рынках. И начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар вчера, как раз после данного события, мы увидим уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 19 сентября. Поэтому на текущий момент тенденция в рамках краткосрочного тренда сохраняется на ослабление после закрепления уже ниже отметки 1.1947. Возврат к покупкам уже может быть актуален только после ухода вверх максимальные значения, которые были зафиксированы вчера, либо тех уровней, которые уже сформируются в ближайшие несколько торговых дней, за которыми мы будем также следить. Но на текущий момент в рамках краткосрочной тенденции мы вернулись пока к продажам по данному активу. Пара британский фунт, американский доллар вчера на новости обновил локальный максимум. Мы дошли до отметки 1.3657, но к концу торговой сессии вернулись практически к ценам открытия. И сегодня торгуемся вблизи минимальных значений этой торговой недели, область 1.3464. Уход ниже данного уровня и закрепление за ним вернет нас уже к нисходящей тенденции по паре британский фунт и американский доллар. Пока торгуемся выше данного уровня, тенденция на укрепление пока сохраняется. Пара австралийский доллар и американский доллар также вчера обновил локальный максимум. Мы доходили до отметки 81.02, но к концу торговой сессии уже опустились до отметки 79.84 и обновили минимальные значения за этот торговый день. Собственно, сейчас мы видим уже попытки закрепиться ниже данной отметки, что возвращает нас к также краткосрочной нисходящей тенденции по данному активу. Цель по нисходящему движению это область 79.40. Пара американский доллар и японская иена продолжают укрепляться. Сегодня с утра уже доходили до локальных максимум в области 112.64. И на текущий момент мы можем отметить то, что тенденция на укрепление американского доллара по отношению к японской иене также сохраняется. Собственно, с тех уровней, которые начались уже в первой половине сентября. Если говорить о возврате к продажам по данному активу, то здесь нам нужно увидеть уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы последние два дня. Это область 111.16. Пока мы торгуемся выше данного уровня, тенденция на укрепление остается в приоритете. Пара американский доллар и канадский доллар также продолжают укрепляться. Вчера подошли к минимуму в области 1.2198. Но также на решении полпроцентной ставки мы обновили локальный максимум за последние несколько торговых сессий и показали максимальное значение в области 1.2390. Поэтому на текущий момент тенденция на укрепление американского доллара по отношению к канадскому доллару также сохраняется. Уход ниже минимальных значений, которые были вчера, отметка 1.2198 вернет у нас уже к тенденции, нисходящей по данному активу. Ну а пока тренд на укрепление сохраняется в рамках краткосрочной тенденции. Пара еврофунт вчера также смогла обновить минимальное значение, которое мы видели 19 сентября. Закрепились ниже этого уровня, отметка 88.44 и на текущий момент вернулись уже к нисходящей тенденции по данному активу. Если говорить о покупках, то мы сможем к этому вернуться только после обновления максимальных значений, которые были вчера. Это отметка 88.87. На текущий момент тенденция на ослабление в рамках часового таймфрейма остается в приоритете. Золото также вчера смогло обновить минимальное значение. Фактически то начало восходящего тренда, которое мы отмечали вчера на нашем обзоре. Его можно считать отмененным, так как по данному активу мы видели обновление минимальной значения 19 сентября. Собственно вчера также в 21.00 это и произошло. Поэтому на текущий момент по золоту мы также вернулись к нисходящей тенденции. И сейчас мы видим, что золото торгуется уже в области 1297 долларов за тройскую унцию. Уход выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера. Это область 1316 долларов за тройскую унцию. Вернет нас уже к покупкам по данному активу. Но на текущем тенденция на ослабление все также сохраняется. Нефть марки Brent смогла вчера преодолеть максимальные значения последней торговой сессии. Это область 5602. И на текущем тенденция на укрепление по данному активу также сохраняется. Возврат к продажам будет актуален только после ухода ниже минимальной значения этой недели. Область 54.94. Ну и по индексу DAX мы тот уровень, который отмечали вчера. DAX торговался вблизи данного уровня. Преодолеть его так и не смог. Поэтому тенденция на укрепление осталась также в приоритете. И вчера локальный максимум, который был обозначен по данному инструменту, это область 12642. На текущий момент тенденция на укрепление также остается в приоритете по данному активу. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Напоминаю, что обзор на трансляцию решения по процентной ставке с комментариями Фредерика вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. И получить всю информацию, что называется, из первых уст. Я с вами прощаюсь. С вами был Исаков Роман. И увидимся завтра. Продолжение следует...